Прошла прямая линия с главой региона Радим Хабировым. Давайте немножко скользко-скользко о войне поговорим. Был интересный кейс насчет БСК. Якобы акции БСК были переданы компании «Русский водород». Вы что-то слышали об этом? Ну, вот я, честно говоря, об этом услышал именно на эфире Хабирова. То есть, когда Валиев взял этот вопрос, я прямо ошалел. Много же разговоров было про этот «Русский водород». И даже там была какая-то акция неповиновения и несогласия с этим. Около завода управления вышли люди с плакатами. И, ну, по словам Валиевой, и, собственно, это подтвердил Хабиров, что какая-то часть акции передана «Русскому водороду» в управлении. Какая часть, пока мы не знаем. Давайте поясним, что главный редактор издания «Сапкорт-02» Светлана Викторовна Валиева задала вопрос главе региона о том, что якобы акции «Башкирской водородной компании» были переданы в управление некому «Русскому водороду». Мы об этом говорим. Да, да. Ну, то есть, и Хабиров-то это подтвердил. То есть, он не опроверг, он сказал, да, передано, и стал это обосновывать, зачем это было сделано. Вот это самый-то главный вопрос. Если это случилось, то зачем это случилось? Какова целесообразность? Какая необходимость? То есть, вот давайте вернемся назад. Была вот эта история, значит, с Куштау, вот это, значит, противостояние, в нее вмешался Путин, отобрал, значит, акции у частных владельцев, передали эти акции, значит, государству определенным образом, разделив между республикой и федералами, отдали часть управления, все. Ну, как бы, сто процентов государственное предприятие стало. Зачем теперь снова какую-то часть акций передают новому управляющему, условно говоря? То есть, их же не отдали во владение, их отдали в управление. То есть, это делается для чего? Для того, чтобы компания получила определенную меру контроля над фирмой, над предприятием, да, и, ну, осуществляла свою, там, административную деятельность, условно говоря. То есть, русский водород управляет, в какой-то степени управляет теперь содой. У меня вопрос, зачем? Давайте зайдем на сайт БСК и посмотрим, а есть ли упоминания там об этом? Может быть, компания уже что-то заявила? Все-таки не прошло, да? Открываем пресс-центр, смотрим. Нет ничего. Последняя новость, то, что стиральный порошок, так сказать, по формате халяльный. Халяльный порошок, да, стиральный. Ряди Фаретович очень его рекламировал, кстати. Интересно, почем. Но, вот действительно, понимаете, то, что это происходит как-то кулуарно, это вопрос, да? То есть, и вопрос такой, на самом деле, так как СОДО и вообще все, что связано с предприятием СОДО, у нас такой имеет скандализированный окрас всегда, вот в последние годы, да? Значит, ну, как минимум об этом должно быть заявлено. То есть, и то, что Хабиров рассказывал на этой прямой линии, зачем это сделано? Ну, это очень неубедительно звучало. То есть, дескать... Какие он аргументы приводит? Он сказал, ну, вот там будет такой гениальный генеральный директор Давыдов, значит, не то, что раньше. А раньше у нас кто был генеральный директор? Тот же Давыдов. То есть, он будет управлять эффективно. А что, он раньше тогда неэффективно управлял, что ли? То есть, вот сейчас, когда передали у русский водород, и тогда Давыдов будет прямо, ух, как эффективно управлять, да? А до этого так в полсилы управлял. Это почему и раньше злой был. У меня велосипеда не было. То есть, я хочу получить ответ на такой вопрос. Зачем? Зачем это было сделано? Что это изменит? Ну, то есть, очевидно, что каким-то образом будут перенаправлены финансовые потоки. То есть, очевидно, что ООО «Русский водород» заинтересовано в управлении этой компанией, ну, с определенным своим интересом. Ну, а нам-то что? Мы, государство, граждане, владельцы этого предприятия, зачем мы отдаем часть какой-то прибыли русскому водороду? То есть, объясните нам это. Может быть, они будут инвестировать туда что-то? Я не знаю. Скажите, а если принять на веру все-таки и слова главы, да, о том, что якобы эта сделка состоялась, хотя мы не знаем ее правильно, какая по счету это будет уже передача предприятия? Нет, ну вот, когда я слушал Хабирова, у меня перед глазами стоял Хамитов, который точно так же с пеной у рта доказывал, что каустик нужно передать СОДе, что это выгодно для государства, для всех это выгодно, что это будут там большие дивиденды и так далее. Потом выяснилось, что нет, да? То есть, ну, после того, как Владимир Путин принял решение о приватизации, вернее, деприватизации этого предприятия, это было объяснено тем, что, ну, оно досталось вот в эти руки, стало в той конфигурации, которая была, как бы незаконно и несправедливо, да? Теперь, значит, снова мы повторяем эту историю, то есть, уже, ну, фактически третий раз, да? То есть, меняется этот собственник. При том, что собственник-то, кстати говоря, не поменялся, то есть, акции просто переданы в управление, мы не знаем сколько и на каких условиях. То есть, потому что, когда СОДу перевели вот в это состояние, в котором она была до недавнего времени, да, то есть, полностью государственной и под контролем Республики и Российской Федерации, тогда же было заявлено, что будет гигантская инвестиционная программа, что там, значит, начнется вот эта экологическая программа, то есть, там начнут полностью ликвидировать Белые моря, там все вот это вот, прямо будет сейчас технологическое полностью переустройство. Потом нам рассказали, как, оказывается, эффективно работает СОДА, вот где-то примерно год назад было заявлено, что там совершенно фантастическая, значит, рентабельность, прибыльность, там вот прямо ужас-ужас. А вот смотрите, агентство Prime, это агентство деловой информации от ТАСС, пишет, тоже об этом сообщает, да, и здесь приводится цитата главы. Мы ждали, когда в управлении Башкирской СОДовой компании к нам придет эффективный, заметьте, эффективный партнер, обладающий нужными для этого компетенциями. Сегодня 35% факций ОБСК принадлежит Республике, 11% находятся в доверительном управлении, остальная часть, принадлежащая Российской Федерации, передана в доверительное управление Роскому водороду. То есть, 35 плюс 11, это 45, значит, 55% передано в управление. Это контрольный пакет, получается? Да, это более чем 50%, то есть, получается, что контрольный пакет у Роскому водороду. Получается, это уже не предприятие, принадлежащая Республике, по сути. Ну, вопрос собственности остался тем же, то есть, акции же переданы в управление, они принадлежат Российской Федерации, но переданы в управление. Но, получается... Переданы в доверительное управление Роскому водороду. Да, Роскому водороду. То есть, они не собственники, они управленцы. Управленцы. Зачем? Я все еще пытаюсь задать этот вопрос. Потому что это эффективный партнер. А до этого Давыдов был неэффективный партнер, да? Ну, то есть, был просто генеральным директором, значит, акционерного общества СОДА, и он управлял неэффективно. И вот сейчас он как начнет только, да? Скажите, а это может должно предшествовать какой-нибудь конкурс, я не знаю? Мы же не знаем условий. То есть, скажем, там, это ведь какое-то соглашение, какой-то контракт, да? То есть, вот, русский водород получил 55% акций в управление. Что за это он обязуется сделать? Это же не просто, как бы, это, ну, не какой-то там трамвайный билет, да? То есть, дали руки и все. Ну, вот, на самом деле, СОДА, что русский водород тоже молчит по этому поводу. На его сайте тоже нет никаких новостей. Все тихо. Все тихо. Как сказала Светлана Валиева, втихаря это случилось. То есть, она, конечно, ошиблась на тему того, что компания стала частной. Она не стала частной. Но управляет ей конкретные, ну, бизнес-структуры какие-то частные. А где гарантия, что так же подшумок, и она не станет на самом деле потом участвовать? Нет такой гарантии. То есть, учитывая вот эту манеру, как это все происходит, да? То есть, не объясняется, не выдается информации. То есть, в конце концов, может быть, вы правы насчет конкурса. Может быть, кто-то еще хотел поуправлять? То есть, как бы, ну, наверное, желающие были. Может быть, еще эффективные партнеры есть? Да, еще более эффективные менеджеры, да? То есть, вот тут большая загадка, конечно. Очень большая загадка. Я надеюсь, что все-таки власти Башкирии, как, ну, операторы этого процесса, они, ну, найдут время и аргументы, чтобы объяснить, зачем это делается. Потому что, я говорю, Хабиров был очень похож на Хамитова. А может быть, они это не комментируют, потому что это был федеральный пакет? Может быть. Но, в конце концов, все равно это нас касается. Это предприятие, оно вызывает много вопросов. В том числе и по экологии, да? То есть, и в Стерль-Тамаке, и прочее. То есть, ну, оно нам не чужое. Мы не можем так вот просто раз и... Просто администрация уголовная может сказать, вот смотрите, этот пакет принадлежит Министерство имущества Российской Федерации, туда все вопросы. Ну, Росимущество оно принадлежит, да. Ну, что значит туда все вопросы? То есть, если федералы приняли это решение, а получается, что региональные власти, они просто поставили в известность? Ну, то есть, кто-то там, значит, договорился, продавился, и они вот ставят перед фактом, что мы передаем в управление свой пакет как бы вот этой хорошей, замечательной компании «Русский водород». Ну, в любом случае, региональные власти должны быть как-то оповещены, и там им тоже должно быть объяснено, зачем это происходит, да ведь? То есть, я понимаю, что там хорошие люди, очень уважаемые, владеют этим «Русским водородом», да? Они там, значит, с Владимиром Владимировичем Путиным очень большие друзья. Ну, хотя бы надо какой-то политез соблюсти, чтобы вот, ну, объяснить это все. Ну, да, естественно.